Приветствую вас, значит, смотрите, в первую очередь я бы хотел сказать, что вы довольно правильно понимаете ситуацию, в том смысле, что вы стараетесь понять все состояние полета, то есть у вас есть понимание того, что вашему мужу совершенно очевидно нужно то, что сейчас с ним происходит. То есть, по сути, это такое, ну, можно сказать, второе детство, можно сказать, какое-то такое возвращение детства, да, вот, а можно сказать, что человек почувствовал себя ребенком, можно сказать, что человек почувствовал себя снова молодым, и можно сказать, что это действительно окрыляет, вводит в состояние эйфории, вот, а то есть в этом смысле, в этом плане, его нужно, его, конечно, нужно поддержать, но при этом существуют какие-то обязательства перед вами, перед семьей, перед его настоящей, текущей жизнью, перед его, ну не знаю, партнерами, людьми, с которыми он может быть работать, или что-то типа того. И в этом смысле вам просто необходимо мягко, но настойчиво, наверное, требовать от него, напоминать ему о его обязанностях, о его ответственности и так далее. Ну, делать это мягко, ненавязчиво и так далее. Вот. Другой вопрос, что вас это задевает, то есть вы говорите меня, жену, это очень задевает. И вот мне не очень здесь нравится, с точки зрения психологии, конечно, то, как вы себя презентуете, в том смысле, что вы в первую очередь не жена, а вы в первую очередь человек, во вторую очередь вы партнер своего мужа, и только в третью очередь вы являетесь женой. Нельзя социальный статус ставить на первое место. То есть такое ощущение, что вы полагаете, что вот если вы жена, то и мужчина, будучи вашим мужем, вам что-то именно с этой позиции, с точки зрения этой позиции вам должен. Это на самом деле очень ошибочное мнение, потому что вас связывает не то, что вы муж и жена, то что вы муж и жена, это следствие. Вас связывает какие-то общие интересы, взгляды, чувства и так далее. И вот если сейчас этого нет, то либо вам нужно это пережить, либо пересмотреть то, что вас с вашим мужем объединяет. Потому что вот когда вы говорите, что меня жену это задевает, вы, еще раз повторяю, ставите на второй и третий план тот факт, что вы человек и тот факт, что вы его партнер. Далее, очень важно понять, чем вас это задевает, что это происходит, как вас это задевает. Зачастую процесс подобного задевания, если угодно, происходит из-за того, что человек, в данном случае вы, чересчур сильно, чересчур много зависит от партнера, то есть слишком много завязано, например, у вас на мужа вашем, слишком много на нем сконцентрировано, а вот на себя полагаться вы не привыкли, к сожалению. Если это действительно так, то вам здесь необходимо показать мужу, что вы тоже можете жить своими интересами, что вы тоже можете жить своими взглядами, что вы тоже можете жить тем, что, ну допустим, интересно вам, тем, что любопытно вам и так далее. То есть тут вот пока история, с одной стороны, с одной стороны, и с другой стороны, это, конечно, можно демонстрировать те чувства, которые вызывают у вас поведение мужа, те чувства, которые вы испытываете, когда муж это делает. То есть опять же, здесь нужно разобраться в ваших чувствах, какие это чувства, если это ревность, то это один момент, и абсолютно одна, аутентичная природа этого чувства. Если это, допустим, зависть, то это другое, если это обида, если это досада, то это третье. В зависимости от того, какое чувство у вас лежит в основе того, что вас задевает, уже и нужно из этого вам исходить. И случившаяся ситуация, то, что произошло свидетельствует о том, что вы находитесь в более уязвимом положении, чем ваш муж. То есть, стоило вашему мужу увлечься, и вы тут же почувствовали себя брошенной, покинутой, ненужной, возможно, и так далее. То есть, ваше восприятие себя зависит от того, как ведет себя муж. Это крайне неустойчивая личная и жизненная позиция, конкретно ваша. Поэтому данную ситуацию я бы рекомендовал рассматривать именно не с точки зрения того, что вот муж там поступил как-то не очень хорошо, и так далее. А именно с той точки зрения, что эта ситуация вскрыла ваши проблемы. И их теперь, эти проблемы, нужно решать. Далее вы спрашиваете, как правильно реагировать. Я думаю, что правильной реакции здесь нет. Я думаю, что совершенно однозначно бесполезно и даже вредно человека обвинять с точки зрения отношений в чем-либо. Совершенно однозначно бесполезно, а то и вредно от человека чего-то требовать. В такой вот настойчивой жесткой форме. Но можно выражать именно свои чувства, демонстрировать их мужу и смотреть на его поведение, на его реакции. Я думаю, что стоит подумать о мотивации вашего мужа к тому, чтобы он вел себя по-другому. То есть вам необходимо, грубо говоря, подумать о том, как можно замотивировать мужа и изменить свое текущее поведение. Именно замотивировать. Не манипулировать, а мотивировать. Это разные вещи. При манипуляции создается ложная и искусственная цель. А при мотивации просто-напросто находятся уже существующие, имеющие реальное значение для человека цели. Так что, такая вот история. С другой стороны, подобное поведение вашего мужа не могло произойти просто так. Если это случилось, значит у этого были определенные основания. В частности, если муж повел себя так, то вполне возможно, что человек раньше, ну ранее, был чем-то неудовлетворен. То есть его, вероятно, вероятно, его что-то не устраивало. Раньше. Почему он, собственно, так вот теперь и увлекся этим? Это означает, что с вами он ребенком, возможно, быть не мог. И, возможно, вот вы требуете от него сверх такого ответственного поведения, сверх такого, ну сверх взрослого поведения. А муж все-таки он нуждался и нуждается, возможно, больше именно в том же, чтобы быть ребенком. В целом, это ваш вопрос, это вопрос, вопрос автономии вашей, это вопрос вашей самодостаточности, это вопрос вашей уверенности в себе, это вопрос вашей независимости. Ну, естественно, ну естественно, в определенных пределах, в определенных границах, да, то есть понятно, что не о полной независимости идет речь, вот, это вопрос вашей уверенности в себе, вот. Я думаю, что так, я думаю, что так. То есть правильная реакция здесь, это выражение ваших именно чувств, именно ваших эмоций, выражение именно того, что вы чувствуете, того, что вы ощущаете, без обвинительно-требовательного характера данного выражения. Вот. И акцент своего внимания на то, что нужно лично вам. И после этого акцент на то, что нужно вашему мужу. Потому что, как я и сказал, уже подобная реакция, подобное поведение не могло быть, не могло, не может взяться, условно говоря, из ниоткуда. То есть, совершенно очевидно, что у этого есть причина. И вы об этих причинах не знаете. То есть, вы не знаете, почему муж так увлекся вот чем-то. Ну, ну, таким вот. Вот, в принципе, это то, что можно вам ответить, исходя из того, что вы написали. В целом, мне кажется, что имело бы смысл вам подумать вот на тему того, что вы хотите для своего мужа. Что вы хотите для себя. Как у вас складываются отношения с мужем. Если вот вы ориентируетесь через шур на вот эту вот позицию, ну, на социальную позицию жена, да. То есть, вот я жена, меня как жену вот это задевает. Это достаточно такие формализованные, несвободные, регламентированные, стереотипичные отношения, которые зачастую могут быть связаны лишь только с ограничениями. И в таком случае нет ничего удивительного в том, что мужчина увлекся чем-то свежим, чем-то стандартным, чем-то романтичным, чувственным и интересным. Вот, в таком случае стоит подумать, как освежить или вывести на новый уровень ваши отношения, чтобы в них фигурировали не социальные роли и не социальные статусы. А чтобы в них фигурировали именно человеческие отношения. Чтобы в них фигурировали больше именно человеческие, человеческие взаимодействия и чувства. Потому что вот основное ощущение, которое у меня возникло, когда я читал ваш вопрос, это то, что вот я жена, я жена, и муж не имеет права, вот просто не имеет права этим, вот тем, чем увлекся, да, увлекаться. Просто потому, что вот я жена, а он, ну как же так, вот я жена, а он не имеет права. Вот такое вот ощущение. Потому что, если бы вы написали, что меня просто задевает, меня просто задевает, то, ну да, ну можно было бы предположить, что вас задевает, ну просто как, допустим, как человек. Вот, можно было бы предположить, но вы говорите не о человеке, а о жизни. То есть это понятно, это тоже человек. Но это тоже лично человек. Но здесь вы вот именно социальную роль и соответственно социальные какие-то ожидания выносите на передний план, вот. Что, на мой взгляд, является очень вредным и обедняющим для отношений в принципе. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Было бы неплохо, если бы вы обозначили более четкий запрос к психологу, то есть вот как правильно реагировать. Мы вам подсказать не можем, потому что мы психологи, а не советчики, да. Задача специалиста нашего профиля, это помочь человеку лучше себя понять. Вот, поэтому было бы лучше, если бы вы четче сформулировали свой вопрос, сказали, что у вас не получается, все вам нужна помощь. Вот, и если вы, например, не знаете, как правильно реагировать, то опять же, в чем конфликт. То есть нужно раскрыть конфликт, который сейчас у вас имеет место быть. Условно говоря, чего вы, даже не чего вы, а что с чем у вас борется. То есть это очень такой важный момент, чтобы вы вот раскрыли конфликт. И вот с точки зрения психологии работа с конфликтом, то есть осознание вами своего, ну, своего конфликта, это и будет первым шагом к решению данной проблемы. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok